ПЕСНЯ Сказал Господь Своим ученикам, «Всё предано Мне, Отцем Моим. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иглы Мои на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Сегодняшнее евангельское чтение открывает пред нами одну очень важную истину, истину взаимоотношений Господа нашего Иисуса Христа с Богом Отцом. Спаситель говорит, «Всё предано Мне, Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Фактически, этими словами утверждается равнобожественность Отца и Сына. Следовательно, Сын – не некое творение, пусть даже и высшее, Бога Отца, но Его единородный и единосущный Сын. Именно поэтому прийти к Отцу мы можем только через Сына. А зачем нам вообще приходить к Богу? Зачем нам знание о Боге? Ответ на данный вопрос даёт святитель Василий Великий. Как тело не может жить без дыхания, так и душа не может жить без Бога. Бог – это единственный источник и смысл нашего существования. И если человек на протяжении своей жизни не идёт к Богу, в таком случае Его и человеком назвать сложно. Тогда Он не человек, а просто одно из влекопитающих. Христос призывает каждого из нас «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Отчего обещает нас успокоить Господь? Прежде всего, от тяжести греха. Святитель Азлатоуст, рассуждая над указанными словами Евангелия, как бы от лица Господа Иисуса Христа говорит, «Не тот или другой приходи, но придите все, находящиеся в заботах, скорбях и грехах. Придите не для того, чтобы Я подвернул вас истязанию, но чтобы Я разрешил грехи ваши. Придите не потому, что Я нуждаюсь в славе от вас, но потому, что Мне нужно ваше спасение». А почему Господь говорит, что успокоит всех туждающихся и обремененных? Туждающиеся и обремененные — это, по сути, все те иудеи, которые находились под законом. Мы помним, как Христос отзывался о фарисеях и книжниках, что они связывают времена, тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом винти. Таким образом, то, чего не могли сделать законоучители иудейские, совершает Господь Иисус Христос. Ведь именно Он и только Он освобождает человека от иго-закона и подчиняет иго-любви. Спаситель говорит, «Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё легко». Боженный Феофилак в Болгарске пишет, «Иго Христово есть смирение и кротость. Посему, кто смиряется перед всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения, тогда как счеславный и горделивый находится в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться от чего-нибудь». Впрочем, иго называются и все заповеди Христовы, и все они легки по причине будущего воздаяния, хотя в настоящее краткое время и кажутся иногда тяжелыми. Подобную мысль выражает и свидетель Игнатий Кавказский. Иго и бремя Христово — это евангельские заповеди. Они требуют самоотвержения, потому и названы игом, но освобождают и оживляют душу, наполняют её неизъяснимым спокойствием и наслаждением, почему и названным игом, благим и лёгким. Жизнь, которую даёт нам Господь, не обременительно, но легка и плодотворна, потому что наполняет наше бытие новым смыслом, преображает нас и уподобляет Господу. Господь возлагает на нас лёгкое бремя, несомое в надежде и любви. Если мы любим Бога, то и служить Ему для нас не обременение, а исключительная радость и удовольствие. Помня об этом, мы должны быть готовыми достойно встретить любые жизненные испытания ради Христа, пусть даже это будут обиды, поношения или даже гонения. При этом мы должны помолить Бога, чтобы, несмотря на окружающую нас злобу, в нашем сердце пребывали искреннее любовь к Богу и ближним, в том числе и к нашим гонителям. Ведь именно любовь делает самое тяжёлое бремя лёгким и радостным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова